Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 31 марта, день Кирилла, день почтения памяти святого Кирилла Иерусалимского. Он боролся против ерести арианского учения. Праздник Пятидесятницы в Иерусалиме было чудесное знамение. На небе появился честный крест, сиявший ослепительным светом. Начиная от Голгофы, он простирался до горы Елеонская. Так как император Констанции разделял ересь Ария, притеснял православных, то святой Кирилл сообщил ему о чудесном знамении, уговорил оставить путь заблуждения. В старину этот день называли Дериполос, поскольку санный путь исчез и можно было содрать полозья. В некоторых областях России сегодня зацветали подснежники, пролезки мать и мачеха, просыпались насекомые. В этот день поклонялись Иоанну и просили дождей для роста семян. Также считалось, что этой ночью домовой просыпается и безобразничает. Приметы. Ранние комары скоро будут теплые дни. Если сегодня комара убьешь, сорок грехов проститься. Кружатся комары в лесу, к урожаю ягод. Цветет мать и мачеха, это к потеплению. Вообще в народе было подмечено, что поздняя весна предвещает раннюю зиму. Купая ребенка, не открывайте дверь посторонним людям. Это к несчастью. Во время купания приговаривайте. Вода в землю, а дитя в рост. Сегодня не делали покупок, они будут неудачными. Не рекомендовали сегодня ходить в гости, чтобы не оставить в доме свою удачу. Не стригли сегодня волосы и ногти. Считали, что это к неприятностям. Вот что мне пишет Георгий. Буду изо всех сил и возможностей подниматься по лестнице голода. День за днем. Может и произойдет нужная мне очистка. С уважением. Я ответил, везде надо пробовать, наблюдать, анализировать и двигаться дальше. А заранее говорит, опираясь на теорию, у каждого свои особенности надо искать свой путь. Ответ. Несмотря на то, что теорию голода я знаю и был опыт голода до 20 суток, Но в настоящее время выйти на большой срок голода я не в состоянии. При моем нормальном весе 74-78 кг, я скоро уже вот как нахожусь в весе 64-67 кг. В былые времена такой вес у меня был после двух недель голода. А без энергетической чистки мне не обойтись. Никакие другие методики, кроме голода, мне не помогают. Дыхательный дает эффект на очень краткое время. Могу ли я надеяться восстановить энергетику на более коротких сроках, учитывая, что у меня вес изначально снижен на 10 кг с уважением? И вот я посвятил этот видос человеку, который вот как-то в меня верит. Для того, чтобы на вот таком вот примере разъяснить, показать, что надо все-таки расширять свой собственный кругозор. И вот здесь я сошлюсь на старую-старую историю о Будде. В основе каждого человека, помимо того, что есть Божья искра, и он уже связан с Творцом, Сознателем Вселенной, имеется вот все это такое наносное, что у нас накапливается в сознании. И вот это наносное, накопившись в нашем сознании, не дает нам нормально жить. Мы начинаем как-то все это смотреть на окружающую жизнь через вот это вот закопченное стекло накопленного опыта. Многих-многих опытов, не только этой жизни, а многих. И все что-то нам вот мешает жить. Вместо того, чтобы радоваться жизни, вот мы пытаемся как-то от всего этого освободиться. При этом, при этом, вот используем различные методики. Вот как Будда, он попытался с помощью аскезы, ел по зернышку в день, пил свою собственную мочу. Так он 6 лет провел в такой вот аскезе. И в конце концов понял, что было у него еще и два учителя, которые там ему свои методики рассказывали так и сяк. Ну вот он как-то это все не воспринял. Оказались они не для него. И вот решил, значит, использовать вот эту вот аскезу. В результате он понял, что вот от страданий, которые мешают ему жить. Вот он как-то вот все это дело воспринял. Вот страдания, вот такие вот человек в конце концов умрет. Что человек старится, там еще что-то, еще что-то, еще что-то и так далее. И вот это вот мешает жить и как-то, как бы от всего этого вот избавиться. Вот такие вот мысли были. И благодаря этой аскезе он достиг крайнего истощения и понял, что к решению проблемы он и не приблизился. А может просто-напросто умереть и все. И поэтому удачное стечение обстоятельств. Его накормили рисовой кашей как раз. Когда он вот этих вот достиг мыслей. И вот что же дальше делать? Вот что дальше делать? Сел он там, медитировал трое суток с твердой решимостью, что не сойдет с этого места, пока не обретет, значит, не решить вот эту проблему. Вот так скажем. И вот многие современные люди твердят, если посмотреть интернет и подобную тематику, вот надо очищать сознание. При этом, знаете, не говорится вот конкретно, как бы сказать, от чего там очищаться. Ну очищаться там от страха, от зависти, еще от чего-то, еще от чего-то, еще от чего-то там. Как бы сказать, вот очищаться, работать. И получается, что, знаете, толком, ну не знаю, может для кого-то там понятно, а у кого-то не понятно, но, я так понял, просветленных очень мало. Люди так и не поняли, что, что очищать, как очищаться, что там прочувствовать и так далее. Ну, что я хочу со своей колокольни сказать вам? Ну, в первую очередь, надо понять. И я об этом рассказывал, и вы это все можете найти. И вот я даже кое-что из всего, то, что я вам рассказывал, я прошел, и стал гораздо спокойнее относиться к жизни. Так вот, первое, надо понять, а как образуется сознание человека? Я об этом рассказывал, и есть видосы. Далее, образование сознания – это одно. А что заставляет человека и любое живое существо жить? Это второе. Этим является побуждение. Побуждение к жизни, побуждение к продолжению рода, побуждение к лидерству, побуждение к справедливости и побуждение к творчеству. То есть, пять побуждений. И в зависимости от того, насколько они выражены у человека, для него важны, там, семья, бизнес, или там, забота о здоровье, забота о справедливости, или еще что-то, еще что-то. Вот. Формируются черты характера. Вот на этих пяти основах. Помимо того, что сознание у нас образуется на основании того, что у нас есть пять органов чувств, которые сигнализируют, что тут вокруг творится, на основании которых у нас образуются библиотеки памяти по чувству вкуса, зрения, там, и прочее, прочее, прочее. И вот такая вещь, как ум. Это инструмент, который то, что мы видим, сличает с тем, что у нас имеется в библиотеках или банках памяти, по анализаторам. И говорит, да, это похоже, там, грубо говоря, на мужчину, это на женщину, это так, это всяко, и так далее. Это так просто, как в сознании, значит, вот первоначально образуется. И ум как инструмент. И далее, чтобы любое живое существо жило, вот эти вот пять побуждений, на основании которых дальше формируются черты характера. Если мы это знаем, понимаем, то нам становится гораздо легче. Мы уже понимаем, как действует, будем говорить, ум, как действует наше сознание, как начинает влиять побуждение, как вот эти вот черты характера нам помогают или мешают жить. И уже здесь-то можно осознанно, осознанно, это очень важно, работать над своими чертами характера, над своими вот этими побуждениями и добиваться того, что мы начинаем смотреть на окружающий мир совершенно иначе, спокойно. Мы понимаем, это очень важно, мы понимаем, что нас беспокоит. А раз мы понимаем, мы видим врага своего беспокойства, мы можем с этим работать. Вот об этом я вам хотел сказать. И у многих людей, да практически у всех людей, имеются вот эти вот скрытые пружины беспокойства, раздражения, неудовлетворения, которые мешают им жить. Поэтому смотрите мои видосики на соответствующие темы и потихонечку работайте. И если вы не понимаете, что вас беспокоит, а беспокоит вас, вот как у Будды, беспокойство было в сознании, решить эти проблемы, там, допустим, простыми упражнениями, даже там голоданием и так далее, это не тот инструмент, который позволяет вам работать с вашим сознанием. Не тот. В первую очередь, ну, не хочу сказать, что медитация, вот считается, что медитация это основной инструмент, который позволяет, как бы сказать, работать с сознанием, куда-то там его направлять. но в основном, в основном именно логические, логические рассуждения, здравомысли, вот это очень важно, логика позволяет вам понять самого себя. А дальше уже вы можете там направить сознание туда, сюда и так далее, и достигать разного рода вершин и таких примеров мировой практики вообще-то огромное количество. Просто надо понимать, как и за счет чего люди этого добились. Это как раз мой будет ответ Георгию, чтобы он не усердствовал в том, что не может сделать и там лишить его вот беспокойства, да, там энергетику, энергетика и, будем говорить, спокойное состояние ума, она, как бы сказать, на других основах находится. Тем более, вы же постоянно не будете там голодать, чтобы там что-то там приводить. Голод это как инструмент того-то там того-то. А дальше начинается жизнь. А в этой жизни вы опять бессильны. И вот это знание, которое я вам рассказал, как образуется сознание, что в нем происходит и как с ним можно работать, она вам очень и очень может помочь, особенно в наше крайне неспокойное время перемен, чтобы вы прошли через это и вынесли нечто полезное для себя. то, что это räations KO